Видеоканал «Первая столица», фонд «Пересвет» и народный депутат Украины Дмитрий Святош представляют проект «Город, который будет». Мы продолжаем наш цикл о том, каким предстанет город в ближайшем будущем. Проектов много, проекты интересные и насыщенные. Простите, вы не скажете, как мне пройти на третью улицу строителей? Иди в баню. История новогоднего хита про Женю Лукашина, оказавшегося в Ленинграде в своей несвоей квартире, актуальна для всех мегаполисов и 21 века тоже, в том числе и для Харькова. Даже если матерого коренного харьковчанина, живущего на Алексеевке с закрытыми глазами, привезти в какой-нибудь Салтовский двор, вряд ли он моментально сможет сказать, где находится, на Салтовке или на Алексеевке. Хотя, конечно, спустя пять минут метания ориентирования по ларькам и супермаркетам, людолага найдет свой Алексеевский дом, подъезд и квартира. Но это в спальных районах. В центральных совсем другое дело. Наш Харьков мы не перепутаем ни с каким другим городом. Но как сохранить его уникальность и неповторимость? Харьков – город прогрессивный, это известно. И по целому ряду направлений в Харькове он идет на шаг раньше даже своих коллег, городов такого же уровня. В рамках проекта «Город, который будет» мы уже рассказывали зрителям о градостроительных планах в нашем городе. По мнению специалистов, строительный комплекс как Украины, так и Харьковской области еще не полностью вышел из кризиса. А без специалистов понятно, что кредиты дороги, а на руках у населения отсутствует достаточное количество крупных средств. То есть люди редко покупают жилье, несмотря на падение цен. В то же время, невзирая на проблемы, в строительной сфере города уже был проведен целый ряд серьезных проектов. И в нынешнем 2013 году с дальнейшей долгосрочной перспективой тоже будет реализовано немало. Идет большая работа в связи с тем, что средств пока недостаточно на эту работу. Она ведется в самых острых проблемных местах, там где активизирована инвестиционная деятельность, там где необходимо осваивать подгосударственные программы, экологические, социальные программы. Там разрабатываются детальные планы территорий. И в рамках законодательства эта тема у нас на контроле постоянно. Словом, строить будет там, где давно пора, и там, куда вкладываются инвестиции. К первоочередным объектам мы можем отнести планы по реконструкции площади Конституции. Ко дню города 23 августа нам обещают абсолютно новое архитектурное сооружение в комплексе с историческим музеем. На ближайшее будущее планируется реконструировать также площадь Розы-Лексенбург. Ждет кардинального преображения пустырный район железнодорожной станции Левада, требующий интеграции в городскую среду. Большие планы у архитекторов относительно Салтовки. Здесь, в районе рынка Барабашова, планируется строительство первой двухуровневой развязки в городе со времен СССР. Начались подготовительные строительные работы на главном объекте Чемпионата Европы по баскетболу «Евробаскета-2015». Площадка возле Дворца спорта признана идеальной для ее возведения, благодаря существующей инфраструктуре. Также по проекту в районе строительства Харьков-Арены на проспекте Маршала Жукова появится несколько новых дорог. В районе Центрального рынка будет возведено новое здание автовокзала для пригородных маршрутов. Сегодня репортажи со стройки подтверждают, строительство нового терминала автостанции в полном разгаре. Ее начали возводить в Пескановском переулке, на бывшей территории завода «Стройгидроприбор», который сейчас не работает. Строители уже разрушили одно из зданий предприятия и начали строить каркас будущего автобусного терминала. Станцию реконструируют для обслуживания новых маршрутов, а здание будет более комфортабельным для пассажиров. Также будет создана новая схема движения вокруг будущей автостанции. В ближайшее время заменят подземные коммуникации. Этот проект предполагает демонтировать и заменить на современное дорожное полотно трамвайные рельсы на улице Чеботарской, по которым трамваи не ездят уже много лет. Любой город преображается и меняется на глазах его жителей. Но как бы ни менялся Харьков, секретный код его уникальности – люди, то есть мы – харьковчане. Продолжение следует...